Всем большой привет! В сегодняшнем выпуске я подготовила для вас вариант полезной для иммунитета фруктовой тарелки. Она будет роскошным украшением любого праздничного стола и поднимет настроение вашим гостям. Для того, чтобы собрать такую красоту, вам не потребуется много времени и сил, сейчас вы в этом убедитесь. В центр плоского блюда я ставлю креманку. Я нарезаю апельсин дольками толщиной около полутора сантиметров и делаю надрезы между мякотью и кожурой примерно до середины дольки, а затем я нанизываю апельсины со стороны надреза по диаметру всей креманки. Вот таким образом. Пока я выкладывала апельсиновые дольки, на тарелку попало немного сока. Этот сок я затем протерла сухой салфеткой. А сейчас в основании креманки я выкладываю оставшиеся дольки от апельсина. Следом на апельсин я выкладываю клубнику. Вместо клубники вы также можете использовать, например, виноград или любые другие ягоды по сезону. Следом на блюдо по диагонали я выкладываю порезанный вместе с кожурой грейпфрут. Затем я равномерно распределяю его руками. После грейпфрута таким же образом я выкладываю на блюдо почищенное от кожуры и тонко порезанные киви. Следом я выкладываю красное яблоко. Чтобы яблоко не потемнело, я поливаю его лимонным соком. А сейчас рядом с грейпфрутом я выкладываю тонко порезанное и очищенное от сердцевины зеленое яблоко. Вот таким образом. Обратите внимание на то, что рядом друг с другом я стараюсь выкладывать фрукты разных цветов. Следом идет апельсин. Как видите, зеленое яблоко я также полила лимонным соком. А сейчас следом я выкладываю грушу. Грушу, как и яблоки, перед нарезкой я также очистила от сердцевины. Следом я выкладываю порезанное красное яблоко. И рядом с яблоком я снова выкладываю порезанные киви. Далее я придаю фруктовой тарелке дополнительный акцент, выкладывая на нее киви, порезанный зонтиком. И в данном случае киви я использую неочищенный. Для нарезки постарайтесь приобретать фрукты разных цветов. Так ваша фруктовая тарелка будет играть всеми цветами радуги. А теперь пустые места на тарелке я заполняю черными виноградинами. А после черного винограда ко всей этой красоте я решила добавить несколько розовых виноградин. Вот такая красота у меня получается. Пока я оформляла тарелку, креманка немного сдвинулась с места, возвращая ее в центр блюда. А затем я еще раз немного спрызгиваю тарелку лимонным соком, напоминаю, для того, чтобы яблоки и груши не потемнели. В завершении для контраста я посыпаю фрукты не тающей сахарной пудрой. Приобретала я ее в кондитерском магазине. Но вы можете обойтись и без нее. Если вам понравилась идея, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видеоролики. Я от всей души желаю вам и вашим близким здоровья и отличного настроения. Увидимся в следующих моих роликах. До встречи!